Евгения Торокова Кандидат филологических наук Более 10 лет проработала в Институте этнологических исследований имени Кузеева Уфимского научного центра Российской академии наук Ныне является главным хранителем фондов Дома-музея Владимира Ильича Ленина Расскажите, пожалуйста, в чем заключается работа хранителя фонда? Главный хранитель отвечает за все экспонаты музея За их сохранность и одновременно ведет учет То есть любой предмет, который мы выставляем на выставках Или принимаем фонды, они проходят через главную хранитель Этим вещам уже около 50, 60, даже 70 лет Нет, этим вещам еще больше Еще больше? Конечно, вот это пианино, которое у нас здесь представлено Вот эта модель пианино выпускалась в период с 1900 по 1910 годы Это в Дрездене Там есть цифры по этим цифрам Сейчас кто занимается антиквариатом определяет возраст предмета Даже вот эти напольные часы, тоже немецкой фирмы Они тоже, я думаю, еще в конце 19 века были выпущены Потому что эта фирма, она стала знаменитой уже 20-30 год прошлого века Поэтому вот часы этой фирмы часто встречаются на фотографиях Или в фильмах, которые сейчас снимают Посвященные там 20-30 годам Наверное, для вас это не просто предмет, не просто дерево, покрытое лаком В них ощущается какая-то душа, какой-то характер, который вложил в них хозяин Чтобы одушевить предмет, надо знать немножко истории Потому что без истории этот предмет будет так же оставаться просто предмет Поэтому, когда изучаешь историю собственного предмета Даже вот этих вещей, тогда больше понимаешь, что они представляют собой То есть через эти предметы можно узнать и историю собственного их создателя Кем они были То есть они становятся более отчеловечными Эпоха неоднозначная, которая представлена в этом музее Но все равно, наверное, история есть история для вас, да? То есть сохранить нужно любую историю Да, это безусловно Но, с другой стороны, история у меня всегда была интересна Это со школьных времен И поэтому я, наверное, счастливый человек Что даже будучи по образованию филологом Мне приходится больше общаться с историками Ну, эпоха, она была очень сложная Но здесь надо знать историю собственной семьи Своих предков Потому что без этого знания точно невозможно сказать И выразить свои отношения Потому что каждый человек исходит из своего личного, собственного опыта Про Владимира Ильича Ленина сейчас в последнее время Очень много начали говорить Я его никогда не оценивала таким злодеем Или там злым гением Для меня он всегда был выдающейся личностью Вот по себе знаю Когда я вижу какие-то старинные предметы Я просто погружаюсь в них Мне безумно нравится запах старины Мне нравится трогать, перебирать эти предметы Вот какие у вас в душе переживания Когда вы занимаетесь работой Видите всю эту старину? Ну, у меня бывает восторг Вот у нас есть башкирский ковер С башкирским орнаментом Счетная вышивка И там по центру написано «Ленин годом» То есть «Ленина слава» Это подарок жительницы Кушно-Ренковского района Само представление о том, как человек ткал И что вкладывал Это вообще Потом даже вот эти столы Я вот смотрю, они такие уже старые, очень старые Иногда даже страшно представить Что если кто-то, например, сядет или там навалится Они же все могут испортиться Но когда понимаешь, что за этими столами могли сидеть разные люди Тем более вот за этим столом С советского периода Сидело много очень известных людей Вот именно через такое уже понимаешь Что это сам по себе историческое Хранитель, наверное, это не просто работа, специальность Мне хочется это слово написать как-то с большой буквы Для вас вы вкладываете какой-то более глубокий смысл В название даже своей профессии? Ощущаешь, что вот не то, чтобы время остановилось А то, что что-то есть вечное То есть это как память Потому что если не будет музеев, там еще чего-то То мы будем жить только такими короткими Историческими даже промежутками памяти Что очень, конечно, плохо Здесь, если смотреть этот дом То с 1870 года здесь начали люди жить И они жили, получается, все время Пока не открыли музей Музей открылся в январе 1941 года Это жилой дом Поэтому всегда ощущается, что это жилой дом То есть это не козерный учреждение Какой-то сюда приходишь и как-то домой У меня первое впечатление было, когда первый разошел Что я пришла домой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому